Добрый день, дорогие друзья! Приглашаем вас в литературную гостиную. Сегодня у нас очень интересная гостья. Композитор, поэт, музыкальный теоретик, лектор, музыковед Ульяновской областной филармонии Лилиана Черновалова. Добрый день, Лилиана! Я очень рада видеть вас в студии и надеюсь, что зрителям будет не безинтересна наша беседа и, конечно, с удовольствием вас послушают. Вы человек такой многогранный и перечислить все ваши таланты очень сложно. Я попыталась их суммировать накануне, но думаю, что это не подвластно разуму. И такой вопрос у меня возник. Думаю, как же так? Вы с юности увлекались и живописью, и поэзией, и писали прекрасные стихи, и сами занимались музыкальным сочинительством, и занимались классическим вокалом и эстрадным вокалом. И вдруг нашли себя совсем в другой профессии, и не просто нашли, а состоялись в этой профессии, и сделали имя. И сейчас люди идут на ваши программы, ульяновцы любят эти программы. Ну, а мне, как человеку, связанному с краеведением, конечно, очень дороги и программы, особенно по литературному краеведению. Я думаю, обо всем этом поговорим, и вообще нас ждет интересная беседа, но все-таки у меня первый вопрос. Как вы определились в своей профессии? Как был сделан выбор этот? Вот эта профессия, она объединяет все, в чем я люблю себя проявлять. И музыку, и литературу, и классический вокал, и эстрадный вокал. То есть все, что мне нравится, здесь есть. Я уже это поняла потом, когда стала работать по профессии. А сначала с выбором профессии, но всегда в юности бывает сложно выбрать профессию. Но у меня было два пути. Либо стать художником как мама, либо выбрать себе профессию музыканта. И на выбор профессии повлиял такой очень интересный случай, можно сказать, судьбоносный. У меня в жизни, в детстве, был такой, можно сказать, небольшой кризис в занятиях музыкой, потому что сначала, как всегда это бывает, не всегда идет, не всегда получается. И вот в какой-то момент что-то не получалось, потому что я училась одновременно в общеобразовательной школе, в музыкальной школе, в художественной школе. В художественной школе. Да, и вот была очень большая нагрузка, и как-то было сложно все это совместить. И такой пришел момент, когда у меня просто стало не получаться. Вот с музыкой что-то вот не шло как-то. И вот в этот самый момент вдруг приходит мама ко мне встречать меня в школу. Это было где-то, наверное, в классе, может быть, в третьем я училась. И она мне рассказывает о том, что посмотрела замечательный фильм. Фильм называется «Амадей». Это фильм о Моцарте. И она в таком восторге была от этого фильма, от Моцарта, от его музыки, от его потрясающей личности. И она мне рассказала об этом фильме, его содержание, рассказала о Моцарте. Но я как-то так послушала, запомнила, но как-то не очень так отреагировала. А затем получилось так, что мы в музыкальной школе. У нас был такой предмет музыкальной литературы, где мы изучаем творчество разных композиторов. И там как раз вот мы начали изучать Моцарта. Я узнала о том, какой это был гениальный мальчик, что он в четыре года дал свой первый концерт, сочинил свой первый концерт для клавесина, что он в шесть лет совершил турне по Европе вместе со своим отцом. И у него тоже была очень талантливая сестра, семья музыкальная. И вот я просто влюбилась в этого композитора. Я с огромным удовольствием стала слушать его музыку, изучать, читать о нем. Я вот спала с этой книжкой под подушкой, с этим учебником из литературы, где была написана его биография. Я эту книжку брала с собой всегда. Вот когда я садилась завтракать, она у меня лежала вот рядом со мной. Я выучила наизусть эту его биографию. И вообще просто это была такая вот моя, наверное, первая любовь жизни такая вот. Вот. И мама потом нарисовала его портрет в таких кудрях. Он висел у меня над кроватью мальчика, маленького Моцарта. И вот это, наверное, повлияло на выбор, на то, что я связала свою жизнь с профессией музыканта. А теорию музыки я выбрала уже по ходу своей учебы. Так просто получилось, что именно сюда меня в эту область потянуло как-то. Ну, опять же, вот был урок возле литературы. Я там о каком-то композиторе нам надо было рассказать. И вот мне говорят, что как здорово, как у тебя хорошо получается, ты так здорово рассказываешь. Вот тебе надо идти туда, вот в эту именно область музыки. И я вот так и выбрала профессию музыковеда. И все сошлось. И все сошлось. Признаться, я очень удивилась, когда прочла, что вы работаете в областной филармонии 20... 21 лет. Маленьким лет, да, с хвостиком. Это большой срок. Трудно поверить. Такая хрупкая, молодая, юная. И такой опыт филармонический, огромный. И действительно, вы умеете подать, наверное, подать материал. Наверное, любовь к литературе имеет тоже очень-очень важное значение. Недаром, наверное, пришли вы к такому проекту «Литературное краеведение». Вот как этот проект возник, как возникла идея рассказывать через музыку о наших классиках литературных? Ну, эта идея, она возникла не у меня. Мне наше руководство предложило взять этот проект. А идея, идею предложили два человека. Это наш замечательный краевед Сергей Борисович Петров, которого, к сожалению, нет уже с нами. И режиссер Ленинского мемориала Ольга Николаевна Глебова. Благодаря ей произошла реализация вот этого проекта в Ленинском мемориале. Сергей Борисович очень давно вынашивал тему, такую идею создания концертной программы, где бы прозвучали знаменитые песни эмблемы Симбирского края. Мы сейчас об этих песнях уже знаем. Это такие известные народные песни, можно сказать, песни-символы России из-за острова Настрежень, окрасился месяц багрянцем, красный сарафан, подон угуляет казак молодой, стонет сизый голубочек, знаменитый джазовый стандарт «Уходит вечер» Александра Варламова. И вот, чтобы эти песни все собрать воедино в одну концертную программу, и Сергей Борисович хотел, чтобы она была сделана вместе с Ульяновским оркестром русских народных инструментов. Он даже, кажется, разговаривал в свое время с дирижером, чтобы эту программу взять. Но вот как-то что-то не пошло в то время. А в 2019 году эта идея вдруг назрела, и меня приглашает наш руководитель и говорит, вот, Лилиана, есть вот такая идея, проект называется «Музыкальное краеведение». Вот четыре темы. Одна из них – это как раз вот программа, которая объединяет все эти песни, 10 песен наших знаменитых. И дальше программы, посвященные конкретным землякам, например, вот Минаев, Варламов, языков. Да. И вот проект, он должен рассказывать вот об этих людях знаменитых, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, общественных деятелях, всех, которые внесли свой вклад в культуру нашего края, которые прославили наш край в России и в мире благодаря своим произведениям. И вот я заинтересовалась этим проектом очень, потому что, во-первых, это очень интересно. Это было какое-то новое направление в моей творческой, профессиональной деятельности. Здесь я могла бы себя проявить как исследователь и в то же время вот создавать такие сценарии, где можно было бы дать такую обширную панораму культурной жизни Симбирска, Ульяновска. И мне было бы это очень интересно, потому что это отличалось, во-первых, тем, что здесь материал, он не находится в таком широком доступе, его надо искать. В интернет просто не пойдешь и не возьмешь все, что тебе надо, потому что не все есть в интернете. Это поиском заниматься, а это всегда тоже интересно, вот это раскапывать, что-то интересное, какие-то интересные факты. И поэтому я с удовольствием взяла этот проект. Конечно, было сначала немножко страшновато приступать, потому что тема неизвестная, область такая неизведанная, она требует к себе большого внимания, но тем не менее я за это взялась. И вот первая наша программа, которая открыла наш проект в 2019 году, это была программа «10 симбирских жемчужин». Там прозвучали 10 песен наших знаменитых, песни-эмблемы Симбирского края, как я их сейчас называю, ну и вообще действительно эмблемы нашего края. Потому что вот Сергей Борисович говорил, что вот есть, например, у Самары такая музыкальная эмблема «Ах, Самар, городок», всего лишь одна, а у нас 10, это же просто бесподобно, это великолепно, у какого еще города есть такое богатство. И вот эта программа прозвучала в исполнении ансамбля русских народных инструментов Садко и солистов филармонии. Там прозвучали 10 песен, и мы рассказали там об их создателях, поэт-композиторах, и получилась такая очень обширная панорама, культурная панорама, историческая панорама, которая начинается от времен Степана Разина и до начала 20 века. Очень интересный такой обзор получился, и культурный, и исторический, и вот как-то так все сложилось очень хорошо, такой сценарий получился удачный. Вторая программа цикла, которая была посвящена писателю Степану Скитальцу. Вот она у нас получила очень широкий резонанс, она прошла и в филармонии, ее увидели и учащиеся старших классов школы, несколько программ прошло в мемориале. И тут, конечно, я хотела бы выразить благодарность Нине Алексеевне Сурковой, которая занимается именно вот работой со школьниками. И вот она предложила такую совместную работу, где бы была лекция какая-то об истории Симбирского края, и она бы совмещалась с нашим концертом. И вот несколько в таком формате программ у нас прошло. И вот именно вот эта программа, посвященная Степану Скитальцу, она потом еще в радиоэфире прозвучала. Вот далее. То есть вот я говорила об этой вот нашем зачине таком, да, вот к проекту. Там в миниатюре мы рассказали о каждом композиторе, о каждом поэте. А затем уже наши программы, они были посвящены конкретно каждому из них. И вот сейчас у нас уже будет четвертый творческий сезон нашего проекта. Например, вот в этом сезоне, который недавно завершился, мы посвятили его выдающимся женщинам Симбирска-Ульяновска. И здесь прозвучало имя еще одного известного краеведа Татьяны Васильевны Громовой. Татьяна Алексеевна. А, Татьяна Алексеевна, да. Вот она написала книгу с Симбирском, связанную с судьбой. Об этих выдающихся женщинах Симбирской губернии. И вот... Да, вот несколько портретов таких мы взяли оттуда и сделали четыре программы, посвященные женщинам. Вот так. Но я хочу сказать, что меня более всего потрясла программа, посвященная поэме «Благово Волга». Много раз читала эту поэму. И люблю «Благово» в первую очередь, наверное, даже за эту поэму. Хотя все стихи его – это литературные шедевры. Но поэма особенно очень недорога. Но, признаюсь, вот на вашей программе прослезилась. Вот этот синтекс искусств, он еще больше пробивает сердце, когда и зрительная картинка, и прекрасное чтение самой поэмы, и музыкальные произведения подобраны очень точно. Музыкальное оформление. Спасибо оркестру, дирижеру. Расскажите, Ляна, вот как создавалась эта программа. Я чувствую, что вы с любовью делали ее, как и остальные краеведческие литературные программы. Но эта программа на особом счету. И надеюсь, что она дойдет до широкого круга слушателей. Расскажите о ней. Эта программа состоялась не так давно у нас в рамках нашего одного из проектов Ленинского мемориала. Называется «Музыка. Универсальный язык мира». И там было несколько тематических циклов. Один из них «Майские дни» называется. И вот в рамках этого цикла, который был посвящен праздникам, майским праздникам, это праздник Пасхи, День Победы. И еще один замечательный праздник – это День Волги, который отмечают жителей Поволжья по недавней традиции 20 мая. Вот эта программа, она была приурочена к этому празднику. Но это не премьерное исполнение. Премьерное исполнение было в 2020 году, 12 декабря 2020 года. Это исполнение этой программы состоялось вместе с Ульяновским оркестром русских народных инструментов под управлением дирижера Ивана Крайника и солисток Веры Чиркиной и Юлии Корсаковой. Это было открытие нашего нового творческого сезона, нашего проекта. В этом году, в 2020, он получил новое название «Гений места – Симбирск-Ульяновск». И здесь он расширился немного, потому что мы уже стали брать для своих концертных программ не только симбирян, но еще и знаменитых ульяновцев, либо ныне живущих, либо тех, которые уже покинули нас, но тем не менее ульяновцев, которые внесли большой вклад в культуру ульяновска. И вот Николай Благов – это был первый поэт, которому потянулась душа и захотелось сделать программу о нем. И вот как сделать программу, то есть привлечь внимание слушателей к личности Благова. Я не хотела это делать через биографию, потому что это как-то банально, биографию можно почитать и в интернете. А вот захотелось именно познакомить наших слушателей с Благовым через его произведение и через его знаковое произведение, каким является его поэма «Волга». А с поэмой я была знакома достаточно давно. Да, меня познакомил с ней Антон Никонов, наш молодой ульяновский композитор. Он написал произведение, которое называется так. «Мелодикламационные камерные сцены «Волга» по одноименной поэме Николая Благова для чтеца, фортепиано и идиофонных инструментов». И вот он предложил мне поучаствовать в исполнении этого произведения в качестве чтеца. Принес поэму. Я ее прочитала, познакомилась с ней. И согласилась с большим удовольствием, потому что поэма мне очень понравилась. Меня привлек слог Благова. Вот это красивое, сильное, мощное русское слово. Очень яркое, очень образное. Эти строки, их хотелось не просто читать, их хотелось петь. Вот донести вот эту красоту до слушателя. Сразу захотелось. И еще мне понравилось то, что в этой поэме есть размах и есть драматизм. Потому что я люблю читать вещи острые, в которых есть, что показать, есть о чем сказать слушателю. Не просто там лирика какая-то, где все гладко, сладко, спокойно. А вот именно, чтобы там был драматизм. Да, сильный драматический конфликт. Контрасты. И вот как раз в поэме Благова это есть. Там есть сопоставление каких-то широких таких панорамных моментов, где он говорит о красоте Волги, о красоте вот этого дружного, артельного труда. Вот рисует такие картины народного быта, народной жизни, весны. И в то же время есть образ матери, который рассказывает о трагедии своей, о гибели своего сына. И вот образ матери, он тоже очень многогранный. И он очень масштабный. И там действительно много нюансов, которые тоже хочется раскрыть, показать. Мне все это очень понравилось, я заинтересовалась, и мы приступили к работе. Премьера этого произведения состоялась в 2016 году у Дворца книги. Она прошла успешно. Ну, а потом прошло какое-то время, я немного отложила как-то в сторону поэму. Я подумала, что, наверное, придется все равно когда-то к ней вернуться. И вот такой шанс возник. Гений места Симбирско-Ульяновской, как раз Благов. И вот эта программа должна была открыть наш второй творческий сезон. Открытие пришлось на 12 декабря. А это день отечественной истории в Ульяновской области. Он уже завершает декаду отечественной истории. Тоже такой знаменательный день для нашей культуры. И как раз вот в этот, приурочивая нашу программу к этому дню, мы захотели ее сделать не просто с камерным коллективом. Просто у нас проект, он камерный. Программа наша проходит с малыми коллективами филармонии. А это мне предложили сделать с оркестра. Волга празднует, вышла из зимнего плена. Опрокинутым небом бездомная пойма полна. Загибает в проточинах камская пена. Поднимая пледни, в огороды заходит волна. Нагрузилась плотами, разгулялась без края. Просеявшее солнце прижало к груди и течет. По великой земле, собирая родники ее. Звонкие речки, дожди. И когда тебя втянет в простор этот синий. И когда ты один с ней, бессмертный, одной. Только выдохнешь волна. Только скажешь, проси, да умоешься вечно живой водой. Тростниковые топи, проржавелые кочки, Вместо сытых гнездовей затонули в воде. Утки яйца кладут в прошлогодние гнезда сорочи, Словно галки над летлами вьются в беде. Из кустов на бугор мокрый выпрыгнул заяц. Уши стали рогаткой, бушует река. Повертелся, не видно ли деда Мазая. Поглодал дельниковую корку. Горитка. Мне бы хотелось прочитать вот этот небольшой фрагмент, где именно Благов говорит о том, как люди покидали эти места, родные свои места, потому что уже Болга готова была разлиться морем. И вот об этом моменте программы мне хотелось бы отдельно сказать, потому что я очень люблю этот момент в самой композиции. Там звучит музыкальное произведение Анатолия Беляева «Поэма о России». И она сопровождает кадры исторической кинохроники, где показано строительство плотины. И очень драматичная музыка сопровождает эти не менее драматичные кадры. Мы видим, как в воду летят огромные бетонные глыбы, сыпется щебень. И на экране потом в самый кульминационный момент появляется плакат «Мы покорим тебя, Волга». Вот этот лозунг. И это просто сердце оставляет большой след, особенно эта музыка помогает, она усиливает это впечатление. И вот Благов как раз пишет об этом так. Что к земле этой сочной гвоздьми приржавела, застеклилась, уставясь окошком в лужок. Все привстала, задвигалась, оторопела. Все пошло, что пожар бы подвинуть не смог. Уезжая, назад обернулись смущенно, Не улыбкой-улыбкой сплакнуло лицо. И тропа, земляной половик подметенный, Осеклась, где когда-то скрипело крыльцо. Я вам очень благодарна, Лилиана, Что вы все-таки взяли эту тему И знакомите школьников и наших ульяновцев С этой поэмой. И я очень надеюсь, что она будет продолжать, Она будет жить, да? Да, я тоже очень на это надеюсь, Что мы обязательно эту программу будем повторять. В вас ли театр все-таки живет? И поэт в вас живет? Я хочу напомнить нашим зрителям, Что вы публикуетесь в журналах Симбирск и Мономах. И сейчас готовится новая публикация. Она как раз в августе появится, В августовском выпуске журнала Мономах. Да, в вас живет поэт. И, наверное, недаром появился Еще такой цикл сказки. Вы выступаете как автор сказок И автор программ. Расскажите. Я думаю, что это тоже зрителям очень интересно И полезно, Потому что речь идет все-таки Уже о маленьких наших слушателях. Ну да, у нас есть такое направление В нашей филармонической работе Мы ведем концерты для детской аудитории Для начальных классов, Для средних классов и старших классов. И вот для начальных классов Мы делаем такие тоже Литературно-музыкальные программы. И вот мое любимое направление Это, конечно же, сказки. Сказки разные. Первая моя сказка была «Волшебная дудочка». Я ее сочинила сама Для квинтета «Волга-брас». Она была направлена на то, Чтобы познакомить юных слушателей С музыкальными инструментами этого ансамбля. Трубой, тубой, валторной, тромбоном. И вот пришлось сочинить такую сказочку, Соединить ее с музыкой. Это была моя первая работа такая. Далее мы стали делать сказки уже известные. Например, «Бременские музыканты», «Голубой щенок», «Леточий корабль». Вот те сказки, вот такие известные, Знаменитые наши, Где по ним будут фильмы поставлены, Там замечательные песни, музыка звучит. И вот я выступала сразу во всех ролях. И как рассказчик, и как исполнитель песен. И в то же время я разыгрывала это все. И делала представление такое С небольшим реквизитом, Где во всех ролях я выступала И как-то перевоплощалась вот так. И детям это очень нравилось. Потому что это было весело, Это было очень интересно. Переключалось детское внимание На разные какие-то такие интересные вещи, Образы. И дети очень реагировали, Очень живо на это. Такая работа, она велась в течение нескольких лет. Еще одно направление, Это сказки с оркестром. Мы с оркестром народных инструментов Делаем разные сказки. Но долго, вот сейчас у нас уже есть Такое официальное направление В нашей работе. Сказки с оркестром. Они проходят и с народным оркестром, И с симфоническим оркестром, И с оркестром «Держава». Там участвуют актеры драматического театра. И в то же время наши музыковеды, В том числе и я, принимаю участие В исполнении этих программ. Они мне очень нравятся. Сказки разные. Это, например, вот есть такая сказка О царе Салтане, композитор Светлана Новикова-Бородина. Написала музыку. Это московский композитор. Вот у нас несколько раз уже Эта сказка в течение двух сезонов прошла. Очень интересная, яркая музыка. И сама сказка тоже читается Под эту музыку просто великолепно. Есть сказка. Вот она сейчас нам готовит Еще одну такую сказку. Царевна-лягушка. Она написала сама стихи, Сама музыку. И вот она приезжала На премьеру в прошлом сезоне. А в дальнейшем, ну, наверное, Я буду работать тоже вот с этой сказкой. Да. А есть у нас такая писательница детская. Вера Алексеева. Она пишет тоже интересные сказки. Вот одна из ее сказок В музыкальном царстве. В некотором царстве, В музыкальном государстве. С народным оркестром. Об инструментах народного оркестра. Тоже очень интересная сказка. Музыка композитора и дирижера Нашего оркестра Артема Белова. Тоже интересно. Очень интересная сказка. Она наверняка тоже будет И в следующем сезоне идти. Вот. Но что касается моих сказок, Которые я делала с нашим оркестром, Это тоже была сказка о царе Салтане. Это была Снегурочка, Аленький цветочек. Все наши известные такие русские сказки. Мне это направление очень нравится. Я думаю, зрители будут ждать, конечно же, Новых филармонических программ. Они все очень интересны. К сожалению, мало, мало все-таки Ульяновцы интересуются этими программами. Нужно следить за рекламой И нужно посещать. Ну и, конечно же, читать наши журналы Симбирск и Мономах. Мы рассказываем и, в частности, О творчестве Лилианы Черноваловой. И надеемся, что она порадует нас Новыми программами, Новыми концертами, Новыми музыкальными произведениями. Лилиана, я желаю, Чтобы все ваши мечты, планы Воплотились в жизнь. А мы будем внимательно следить За вашей творческой деятельностью. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.